Номерное представление понять нам, ну по крайней мере для функций с тремя переменными, довольно быстро решать вот такие задачи. Как заданную функцию записать в какой-нибудь сравнительно простой формуле, построенной, ну например, из конюнции дизинции от 3ц. Самая простая формула, построенная из конюнции дизинции от 3ц, это формула у нас такого вида, это дизинция какого-то количества метров. Ну например, возьмем x1, не x2, потом, например, xd и, например, не x2. Как построена эта формула? Эта формула есть дизинция от 3ц. А каждая конюнция, ну это конюнция каких-то переменных, но правда разрешается, чтобы некоторые переменные были стильцами. Вот тут есть специальные тюнции. Ну, может быть, конечно, что-то специальные тюнции. В общем-то, можно противовому сказать так, что это, например, дизинция какого-то количества Эль конюнций. А каждую конюнцию я символически обозначу k1 на 2k1. Ну, а произвольная конюнция, ну, если у них наверняка кажется так. Белок в каком-нибудь переменной с номером A1, номерами, то есть переменными с номером B2. Ну, номерами, наверное, лучше. Это конюнция без отрицания. Но можно рассмотреть конюнции, в которых некоторые переменные с отрицанием. Давайте рассмотрим произвольную конюнцию для отрицания произвольным образом расположения. Вот как мне это написать? Ставить где-то черточки неудобно, потому что если я поставлю на все время, на этом месте стоит обязательно. А на самом деле совершенно неважно. У меня есть удобная такая система обозначений в виде, ну, как бы показательной функции. x в степени σ. Ну, вы знаете, что в алгебре есть такая функция x в степени x в показательной функции. В алгебре логике тоже можно рассматривать показательные функции, но они очень простые, конечно. Потому что x это 0,1 и σ это тоже 0,1. Ну, я в греческую пишу, чтобы, ну, скорее по традиции. Можно y, конечно. Так вот, но определяется степень в алгебре логике немножко не так. Так, злобучная функция. x в степени σ определяется 1. Если σ равно 1, то это будет x. Ну, точно так же, как обычно, x в степени 1. А вот если σ равно 0, то это будет отрицательный. Обычная степень, как вы знаете, равна единице. И степень 0 равна единице. Хотя это вызывает у некоторых школьников тоже возмещение, когда они еще раз про этого звонят, что в степени 0 заказывают единицу. Ну, вот удобно так считать, что единица. А в алгебре логике, ну, просто вот такую. А вот если я буду пользоваться храброзначением, то я легко могу записать, как выглядит произвольная кондиция. Она выглядит так. Берем пример вот с каким-то ровным произволем Е1. Здесь γ1, либо 0, либо 1. Она может быть потому-то. Ну, и так далее. Вот в таком вот виде можно записать вообще произволенным комьюнциям. Ну, мы с такими комьюнциями уже имели то есть дело от трех километров. Только я не пользовался вот этими назначениями. А писал чёртски. Ну, в реальности чёртски мы и будем писать. Потому что если есть что-то конкретные комьюнции, то, конечно, лучше всего не всегда писать, а писать в Гензе. А в таких общих рассуждениях нужно всё-таки эти назначения использовать. Ну, в таком случае. Самые простые формулы, которые вообще могут только быть, наверное, имеют вот такую структуру. Это дежюнция каких-то комьюнций. А комьюнции это вот такие формулы. Вот такие формулы. Их называют дежюнциями нормальной формы. Сокрасленно ДН. Диес, Дюнция. Ну, нормальная форма, это же понятно. Почему так называются тоже понятно? Потому что это дежюнция. Ну, значит дежюнция. Ну, почему нормальная? Вот так называют. Действительно, это самая простая форма. Так вот, любую волевую функцию можно записать в виде дежюнктивной нормальной формы. Причем, дежурные функции, честно говоря, почти все, можно записать даже в виде многих разных дежурнктивных нормальных форм. И, естественно, возникает задача. Как для данной функции записать ее в виде самой простой дежурнктивной нормальной формы? Ну, в виде самой короткой. Ну, тут правда безумышленность. Что мы поднимаем под самой короткой? Есть два варианта. Можно под краткостью понимать число комиксов. То есть вот это число 3. И пытаться искать какую дежурнктивную нормальную форму, которая состоит из наименьшего возможного числа комиксов. Такие дежурнктивные нормальные формы, ну, естественно, называть кратчайшими. Но, с другой точки зрения, может быть, под размером формы надо все-таки понимать не число комиксов, а число всех символов переменных, которые в ней встречаются. Ну, вот в этой встречается, видите, 7 переменных. Длина, помню, 3, а переменных это 7. Вот число всех переменных, которые встречаются в ней, ну, обозрачно скажем, теперь большой. Ну, как-то надо назвать это слово. Ну, например, назовем это сложным что-то. Ну, длина уже это слово нет, может, надо попробовать. Можно пытаться найти длина в минимальной сложности. Ну, и, естественно, называть, например, минимальным. Ну, эти задачи похожи друг на друга, да? Часто бывает, что кратчайшая она же будет и минимальной, но не всегда. Из-за того, что могут иметь разные длины. Из-за того, что число комиксов с минимальной еще не следует, что сумма и длины будет минимальной. Вот такая задача. Задача оказалась трудной. Ее можно, конечно, решить путем полного перебора, но просто перебираем все, перебираем все ароматные формы и ищем из них купаться самому. Вот. Но перебор для функции чем небольшого размера становится гигантским, никакие компьютеры не помогают. Так что задача оказалась трудной. Собственно говоря, она непосредственно связана с вот этой знаменитой проблемой, которая называется В равное. Вот она на главу. Если кто слушал. Ну, наверное, слышали, что завершение этой проблемы предлагает американский институт именов Дуба. Вот. В чем состоит проблема, я рассказывал не буду, но могу сказать, что она абсолютно равна сильно вот какой задаче. Придумать алгоритм, который для производителей булевой функции n-переменных быстро найдет, ну, какую-нибудь кратчайшую ДНС. Быстро это значит, затратив, ну, не очень много для этой цели операции. Но, во всяком случае, не выправляя полный перебой. Более аккуратно, я сейчас здесь сказать вам не могу, это поведет на 100. Вот. Ну, если переменных мало, 3 или 4, эти задачи легко решаются, я вам сейчас покажу, как это делается. У меня тут земель, правда, совсем мало, но вот мы рассмотрим вот этот пример, который предлагаю вам дома дать. Как раз вот этой вот функции симметричной функции. Давайте попробуем понять, как же для нее найти какую-нибудь кратчайшую, она же и будет минимальной, как мы видим, ДНС. А очень просто оказывается, если смотреть на это дело вот здесь. Ну, во-первых, давайте мы заметим, какие у нас могут встречаться конъюнцы в этой ДНС. Могут встречаться конъюнцы вообще из одной, потому что, ну, x1 будет там в степени, то есть либо x1, либо x1. Могут встречаться конъюнцы из двух. Ну, я пишу x1, x2, можно там x3, x4. Вот. Могут встречаться из четырех. Ну, и наконец, могут встречаться из четырех. Ну, здесь уже понятно, что все четыре зеленые. Сейчас. Да вот здесь, ну, не обязательно x1, x2, x3, там, можно и x2, x3, x4. И любая ДНС – это дизъюнция каких-то конъюнций такого? А теперь смотрим. Как изобразить любую из этих конъюнций на нашем четверглёрном уровне? Очень просто оказывается. Ну, во-первых, вот этот конъюнций. Как плюс? Она обращается в единицу на одном единственном заборе. σ1, σ2, σ3, σ4. Почему? А потому что функция x в степени σ обращается в единицу только при x равном σ. Это легко проверить. Ну, действительно. Если σ равно 1, то это равенство превращается в равенство. x равно 1. Значит, x равно x. Если σ равно 0, то x в степени 0 – это отрицание x. А отрицание x равно 1 – это значит, что x равно 0. То есть во всех случаях x равно σ. Так что вот это вот равенство, оно абсолютно равносильно вот такого. x равно 0. Это очень удобно. Ну, а теперь смотрите. Когда конъюнций обращается в единицу? Когда каждый со множителей равен единице. Ну, а со множителей равен единице только на одном уровне. σ1, σ2, σ2, σ3, σ4. Значит, вот такие конъюнции с длины 4 изображаются на нашем кубе отдельно взятыми в единицу. Любую в единицу я могу взять и написать для нее соответствующую конъюнцию. И обратно любую конъюнцию могу. Теперь, конъюнции вот такие. Они чем выражаются? Они изображаются в единицу. Действительно. На каких наборах вот такая конъюнция обращается в единицу? Каждый со множителей должен быть единицей. У нас конъюнция обращается в единице. Но первая со множителей будет единицей, когда x1 равно σ1. Второй будет, когда x2 равно σ2. Средний будет, когда x3 равно σ2. А четвертый. А от четвертого ничего не зависит. Это фиктивная переменная. Значит, она может быть не будет. Поэтому я пишу. Таким образом, вот эта вот функция, фиктивная четвертая переменная, обращается в единицу на всех наборах вот как мы убили. А этих наборов два. И очевидно, они образуют ребро. Я пишу 0 и x1. Потому что два вот таких набора различаются на три. Ребро четвертого направления. Ну, как раз у нас это будет одно из вот этих квадратов. Вот эта система ребра, в которых мы делали параллельные переносы, они все друг другу естественно равны и параллельны. Так вот они и есть в точности все ребра в направлении 4. Если только обязательно переменные 1,2 и какие-то другие, будет ребро другого направления. Ну, очевидно, верно и обратно. Я могу взять любое ребро и подобрать для него вот такую функцию, в которой будут изображаться эти ребры. Поэтому, вот такие конюнцы, с гимметрической точки зрения, в ничто иное, как ребра. А вот это что такое? Ну, понятно, что вот эта функция будет обращаться в единицу на всех наборах вот такого. Ну, первые две, это какие-то числа, сигма-1, сигма-2, ну, в зависимости от того, что здесь стоит, ну, единица. А третье и четвертые я пишу звездочки, потому что они будут и как ему. Таких наборов, очевидно, четыре. Все возгодные комбинации. 0-0, 0-1, 1-0 и 1-1. Как эти наборы найти на нашем кубе? Ну, давайте для конкретики я буду считать, что, например, сигма-1 это единица и сигма-2 равно единица. Как эти наборы найти? Очевидно. Я, вначале, беру из этих наборов самый маленький, 1-1, 2-0. Он самый маленький, потому что все остальные, ну, хотя бы в одном месте больше. Что это за набор? 1-1, 2-0. Ну, вот он. Потом я беру набор самый большой. 1-1, 1-1, вот. Ну, есть еще два набора. 1-1, 1-1, 0, 1-1, 0, 1. Где они? Ну, вот нет. И что у нас получилось? У нас получился, ну, параллограмм. Геометрический, если уж совсем геометрический сказать, получился параллограмм. Вот. А на самом деле его можно назвать двумерным подкубом нашим, четвертумерным. Потому что если оставить только его вершины, его ребра, все остальное стереть, у нас получится вот такая картинка. Я уже еще не рисовал всякую картинку в первый раз, но понятно, что это двумерный подкуб. Правильно? Чему 0-0? 1-1. А, да-да-да. 1-1. Общеприняйте. Даже, наверное, не очень хорошая. Понимаете? Я привык называть это все не подкубами, а интервалами. Каждая такая конюция изображается двумерным подкубом и двумерным интервалом. Ну и, кстати, можно говорить двумерный гран. Хотя грань это наводит на геметические ассоциации. Ну и, наконец, вот это что-то. А это будет трехмерный интервал. Потому что на каких наборах это пункт обращается в единицу? На всех наборах вот такой вот здесь. Где вместо железы, с любыми комбинациями. С таких наборов 8 штук, очевидно. В частности, если, например, σ1 равно 1, это какие будут наборы? Это будет вот что. Вот он. Самый маленький 1,00, да? И вот он самый большой. Ну и вот еще тут надо добавить 6 наборов. И видно, что если эти только наборы оставить, их и два между ними оставить, все остальное стелеть, то получится ничто иное, как изображение трехмерного. Поэтому их называют трехмерным подкубом или трехмерным интервалом. Так что любая вот такая функция изображается в трехмерном интервале. Ну а теперь как изобразить, как изобразить произведенную нормальную форму. Например, березинка трехмерных. Нужно каждый интервал отдельно нарисовать на одном пути. И все вершинки тогда автоматически объединятся, раз мы на одном пути нарисовали все интервалы. Получится объединение всех интервалов. Объединение всех этих интервалов точности как раз и изображает нашу функцию. То есть когда пункт обращается в одиннадцать? Тогда когда либо это объединится, либо это, либо это объединится. Или одно межное место обращается. А это означает, что объединение. Это означает, что объединение на основе. А объединение у нас автоматически возникает, когда мы рисуем все на одной части. Таким образом получается геометрически любая дезинктивная нормальная форма выглядит примерно так. Рисуем какие-нибудь интервалчики. Ну, я отрубил вот эти, какие-нибудь интервалчики. Интервалчики просто такими линзами, да? Рисуем несколько интервалчиков соответствующих каждой коррекции. А поскольку они нарисованы на одной картинке, то объединение множеств этих интервалов автоматически будет совпадать со множеством всех наборов, на которых это функция вращается. Так что дезинктивные нормальные формы можно изображать геометрически. А именно, как объединение каких-то систем интервалов. Найти самую короткую, это значит, нужно накрыть заданное множество вершин наименьшим числом интервалов. И это будет соответствовать самой короткой геометрике. Ну, например, если берём вот эти вот вершины, всех норме верхней и ниже, то наша задача построения самой короткой дезинктивной нормальной формы сводится к чему? Нужно накрыть все вершины наименьшим числом интервалов. Любой размер. Конечно, можно накрыть нормальные интервалы. Вот так. Но их будет очень много. Ясно, что невыгодные используют нормальные интервалы. И одномерные тоже невыгодные используют. Почему? Потому что они не являются максимальными. В каком смысле? А потому что любое нормёрное можно расширить до одномерного, который все равно лежит в этом obstetria. И тогда можно использовать покрытие, естественно тогда одномерный формы нельзя. И одномеры тоже можно расширить. До двумuş global. Например вот этот можно расширить вот такого двумя. И тоже невыгодно использовать одномерный. А максимальным интервалом называется такой интервал, который содержится в функции, ну то есть содержится во множестве ее единиц, и который нельзя расширить до интервалов дольца размерности. Какой интервал называется максимальный? Этих максимальных может быть много, и они даже не обязаны иметь одинаковую размерность, потому что может быть на какой-то функции есть одномерный максимальный интервал, а в другом месте в этой функции есть двумерный максимальный. Это вполне может быть. Но вот у этой функции, потому что она симметрическая, глядя на картинку, совершенно очевидно, что все максимальные интервалы у нее двумерные. Устроена нижняя вершина у любого из этих интервалов, уязвить на нижнем слое, то есть на первом, а верхняя вершина уязвить на третьем слое, то есть на самом большом. Но не любые две вершины можно взять так, чтобы они нам задали. Чтобы две вершины задали интервал, нужно, чтобы эта вершина была большая. Например, вот эти две вершины задают интервал. А, например, вот эта вершина и вот эта, они интервала не задают. Почему? Потому что, смотрите, в этой вершине у нас какие стоят? 1, 1, 0, 1. А в этой вершине у нас стоит 0, 1. А нет, наше упрощение. Задает, конечно, конечно. Вот я как-то написал, сразу вижу, что это еще раз лучшее. Да, вот он, вот этот интервал задает, да. Но можно все-таки нарисовать такой, который нет. Ну, например, вот тут я номер поставил, да. А вот тут поставил один, смотрите. Внизу на первом слое я беру набор 0, 1, 0, 0, а на третьем слое набор 1, 0, 1, 1. Вот тут уже нельзя сказать, что этот набор больше нет. То есть в первом слое набор больше, а во второй нищий. Это в целом он, конечно, выше находится, но сказать, что он больше нет. Так вот из-за того, что неверно, что он больше этого, вот эти два набора, они никакой интервалу не определяют. Тем не менее, этих двумерных интервалов очень много. Вот задачка на вас. Выписать все эти двумерные дипломы. Посчитать, сколько их есть. Ну, это не так сложно посчитать. И попробовать найти четыре интервала в объединении, как... Ясно, что меньше, чем четыре быть не может. Почему? Потому что нам вот эти все решения надо закончить. А каждый из них накрывает только один интервал, потому что каждый интервал, в впрочтении с этим слоем, только один интервал. Поэтому меньше, чем четырьмя на нашем примере, ну... А в метр, очевидно, кратчайшее покрытие должно существовать четырех интервалов. Но нужно хотя бы одно такое найти. То есть нужно, чтобы четыре интервала, у них вот эти все четыре вершины были разные. Метные вершины тоже должны быть четыре разные. И еще средние вершины. Вот, если есть, средние вершины должны как-то накрыть все шестные тесны. Это не все как можно, но путем петбора можно найти. Более легкая задача, если найти хотя бы одно такое покрытие, более сложное путем петбора найти в сетке. Спасибо. Спасибо. Спасибо.